всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня у нас будет видео обзор на вот такой паштет паштет куриный с печенью русском от бренда такой здесь со стороны симпатичной приятно выглядит покупала его фиг прайсе за 25 рублей до за 25 рублей как бы да довольно дешево поэтому сейчас посмотрим что это за паштет здесь состав камера нет не покажет но отдельно в ролике там в конце ролика будет фотография на состав остановите посмотрите состав здесь огромный здесь 10 е добавок но я его купил специально чтобы сделать на него обзор кто-то не смотрит на е добавки кому-то пофигу вот я например никогда не покупаю продукты в котором которых больше от трех до пяти е добавок то есть уже больше пяти е добавок я уже не покупаю 10 это перебор я считаю вот так же он три года срок годности у него он был июля этого года 11 июля выпущен то есть свеженький в принципе я так понимаю то что люди покупают его люди кушают 25 рублей а дальше здесь сколько 250 грамм то есть ну за 250 грамм довольно дешево вот и сейчас мы его с вами посмотрим вот мне даже сама интересно что там открывается вот он здесь вот снизу вот такой вот на прилавке лежит он симпатично смотрится а дома уже как получится и так сейчас мы его с вами откроем давай я буду держать ты под камерой открой ты меня стол не спасибо дальше мы сами покупаем так вот он паштет вот он прошел тут часть видно не хватает довольно много не хватает и мой бы палец сюда залез то есть можно сказать на этом 250 грамм все наверное уже 230 грамм наверное где-нибудь так напишите в комментариях у кого тоже такая же дырочка пока я не забыла кто ел уже также смотрю здесь какие-то белые жирки видимо вот видны как вот колбаса покупаешь колбасу какую-то там тоже такие же кругленькие есть вот они какие-то темные то есть он не просто как вот там паштет прям гладенький такой однотонный нет тут вот они какие-то вот я тут вижу давайте попробуем вкусный он такой на есть похож на дешевую колбасу такая со специями усилитель вкуса не пересоленая не острый ничего просто вот чисто вот как колбаса мя и мягенькая такая нежно при том то что у нас сегодня уже почти скоро вот-вот будет начало зимы то есть конец прям конец осени и у меня лежал на балконе там довольно у меня на балконе очень очень холодно вот тем не менее он довольно мягенький вот он довольно мягенький хорошенький попробуем внутри чего у нас там смотреть тут какие то есть вот прожилинки красненькие вот я вижу мне понравился такой он довольно вкусный вот видимо вот именно поэтому его и берут вот но там много и добавок конечно наверно отличается от настоящего паштета он нежный мягенький такой пытаясь отковырнуть все таки дешевый паштет там что то что нибудь посмотреть попробую еще немножко он очень очень такой нежный прям знаете хочется его прям намазать на бутербродик с маслом что я сейчас после ролика наверное сделаю в принципе его можно покупать для тех людей кто не ведет здоровый образ жизни которому на состав пофигу но в принципе да можно купить пожалуйста кушать или можно купить его из редка ну просто поесть то есть кто редко кушает вернее кто здоровый образ жизни ведет ну иногда можно купить и покушать из-за того что там большой очень состав то что 10 е добавок это не очень приятно если было там еще семь или пять ну в принципе можно было бы почаще если бы там было одна или две или три е добавки то еще чаще если бы их вообще не было было вообще шикарно она стоила бы гораздо дороже вот никаких инородных предметов здесь нету кстати она гораздо вкуснее чем допустим светофоре мы покупали красную икру имитированную или просто там какую-то икру она была жутко пересолена где-то та же самая цена где-то может быть плюс-минус дороже но она была ужасно пересоленая там можете обзоры посмотреть светофора продуктов из него а вот это вот прям такая нежная вкусно всего 25 рублей ну довольно вкусно но видите то что тут вот есть проем здесь даже вот почти ножик мой вмещается да и самое главное у нас паштет из куриной печени не чувствуется никакой ни курицы ни печени уж тем более то вот чисто вот просто паштет могли даже написать просто паштет и все ну не знаю если только цвет вот там курицы да что то есть хотя не знаю остальных какой цвет а не то что тут куриная печень в принципе куриная печень она насколько я помню она потемнее не знаю паштет из нее я думаю тоже должен быть темным но вряд ли он светлый станет вот на сегодня это все напишите в комментариях какой вы покупали паштет покупали ли вы его понравился он вам или не понравился чем понравился чем не понравился мне будет интересно вот подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик и всем пока пока